Сообщение одного из центральных телеканалов о том, что недалеко от поселка Вешки, в лесном массиве, появится коттеджный поселок. Подняло на ноги буквально все экологические службы, как региона, так и муниципалитета. Что же на самом деле происходит? В лесном массиве, недалеко от поселка Вешки, вновь работают журналисты центрального СМИ. Информация, выданная федералами в эфир накануне, не соответствует действительности, утверждают эти мытищенцы. Здесь будут тропы, здесь будет все засажено. Планируются ели, кедры, то есть такое вековое. Уберут весь сухостой. Здесь была просека, здесь ничего не вырубали, здесь была просека. Там, где будет озеро, было болото. Вот вы видите вот эти поваленные деревья, но деревья на болоте не растут. Будет пруд. Один из инициаторов проекта, Валерий Белоцерковский, музыкальный продюсер, житель поселка Вешки, говорит, когда задумывал привести в порядок часть лесного массива, прилегающего к населенному пункту, опасался не найти понимания у чиновников, а препятствия чинят соседи. Два года собирали все документы. Это оказалось прямо вот в совершеннейшей круге ада. Но собрали. Когда начали заниматься всем, какие-то люди, видимо, в силу того, что не были информированы, подняли крик, шум, что здесь будет какая-то застройка, будут строить многоэтажки. Монетизации здесь нет. Монетизация. Это не бизнес-проект. Скорее, я бы это назвал меценатством. Многоэтажика не будет, уверяет и исполнитель проекта. После того, как будет выполнено строительство дамб, расчищенные, углубленные русла двух ручьев, будут построены водозаборные узлы, которые будут наполнять и подпитывать данное сооружение. При этом документация для строительства гидротехнического сооружения у застройщика и у технического заказчика существует. К природе также обещают относиться бережно. Все, что сделали, восстановили ранее существующую просеку. Отсюда срубленные деревья. Территория, на которой предполагается разбить новую зону отдыха, будет подвергнута ревизии позже, весной, когда можно отличить больное растение от здорового. Будут определенные деревья, которые выражены грибком, являются утратившими свою жизненную способность. Болезни, засохшие. Естественно, все эти деревья будут почищены. В настоящее время Дмитровским лесничеством подбирается участок для выполнения компенсационных мероприятий. Так или иначе, после тех работ, которые здесь будут проведены. Но недоверие между соседями пока все равно присутствует. Ну, а лесу не жалко? А вы видели, чтобы лес здесь рубили? Да, конечно. Они вывозили. Покажите мне одну делянку, где вырублен лес. Но здесь не было дороги. Еще раз, здесь дорога, по карте дорога. Это санитарная вырубка была, просека. Она была здесь, сюда. Она находится на всех карнах. Чувствую, вы защищаете интересы строителей? Я защищаю интересы жителей, которым надоело жить среди вот этого всего безобразия. Здесь будет зона отдыха местных жителей. Вместо того бардака, вместо болота будет озеро. Вместо бурелома и, извините, экскрементов, по которым мы не можем ходить и гулять, будут дорожки. Хорошо. А забором будет обучено? Нет, такой забор. Снять напряжение, а главное, установить истину, позволит соответствующая проверка. Инициаторы и исполнители проекта готовы предоставить документы и доказать, что действуют согласно букве закона. Их изучением уже занялись сотрудники соответствующих служб региона и муниципалитета. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый Матищинский. Продолжение следует...